Правительство проведет ревизию кадров. Распоряжением премьер-министра создана специальная группа под руководством начальников управлений аппарата правительства. Вместе с экспертами им предстоит разобраться, есть ли в госорганах лишние отделы и люди. Дублирующие функции будут упразднены, равно как и должности, введенные без особой необходимости. В частности, речь идет о заместителях министров. Рабочая группа поручается поэтапно проанализировать проделанную штатную численность госаппарата, в том числе подведомственных и территориальных подразделений госорганов, находящихся в ведении правительства. За исключением силового блока, наличие вакансий, незамечаемых длительное время, дублирующих подразделений излишней численности заместителей, руководителей госорганов, выявить имеющиеся проблемы в данной сфере и выработать предложение по оптимизации штатов государственных органов в ведении правительства и сокращению расходов бюджета на содержание госаппарата. Депутаты говорят, что планы Кабмина поддерживают. Сегодня расходы только на спецсредства министерств и ведомств составляют более 10 миллиардов сомов. Неплохо пополнить бюджет можно было бы за счет пересмотра обязанностей чиновников. Да, действительно, пора сокращать дублирующие должности. Например, у нас в Бишкеке есть множество помощников у министров. И такие же функции выполняют помощники, которые работают в Аше. Например, у министра МЧС. Сейчас у министров по 4-5 помощников. Своих помощников мы уже сократили, оставили только по одному. Правительство тоже должно пойти на этот шаг. Главное, чтобы от реформы был толк, говорят депутаты. Под тотальную оптимизацию могут ведь попасть и люди, которые как раз этих сокращений и не заслуживали. Сейчас в государственных структурах не хватает толковых специалистов. И нет никакой гарантии, что после ревизии их не станет еще меньше. Министерство сельскохозяйства получает около 7 тысяч сомов. Я думаю, это очень мизненная зарплата. Сколько там штатов можно сократить и объединить, и результат вызывать. Это кто-то уйдет, без заработок останется. Но я думаю, если какой-то хороший специалист останется, если он будет 20-25 тысяч сомов получать, от него будет результат. Но что касается оптимизации сокращения, каждый премьер-министр в свою команду приходит, он как видит, будет развиваться страна и по своим рассмотрениям он будет сокращать. Это тоже нам последние 25 разные моменты показали, но результата нет до сегодняшнего дня. Свои реформы госаппарата предлагали и оппозиционеры. Партия республика Атаджурт предлагала сократить количество чиновников в два раза. По мировым стандартам на миллион граждан должно быть не более 5 тысяч госслужащих. Таким образом, для Кыргызстана будет достаточно и 30 тысяч.